Приветствую вас, и вы знаете, мужчину такого типа можно назвать по-разному, в зависимости от того, что им движет при следовании такого поведения, такому поведению. Мужчина может быть беден, и тогда он не обладает достаточным количеством средств, чтобы делать то, что вы считаете неправильным. Значит, мужчина может быть опасается делать то, что вы считаете неправильным, если у него ранее была неудачная ситуация с этим. То есть он ничего не приносит женщине, то есть сейчас ничего не приносит, потому что раньше его очень сильно эксплуатировали, использовали. И он боится теперь, что его будут эксплуатировать так же. Это второй момент. Третий момент. Мужчина может быть просто считать, что он ничего не должен, если женщина не его жена, и если мужчина считает, что три месяца таких вот походов к женщине ничего не значит для отношений. То есть человек считает, что нужно больше времени. Так. Четвертый момент. Мужчина может просто принимать отношения к себе женщин. То есть она ему какое-то время показывала, что он может совершенно спокойно приходить и ничего не приносит. И теперь он приходит и ничего не приносит. Потому что мужчины в этом плане существа довольно простые, и он может быть просто не догадывается о том, что нужно что-то приносить. Ну и здесь можно намекнуть, сказать, попросить, посмотреть, как он отреагирует на просьбу, и вот тогда уже решать о том, насколько все серьезно. Да, то есть если попросили, мужчина, например, согласился, пообещал, а потом не выполнил обещание, или у него относились какие-то отговорки, ну, значит, такой мужчина женщиной точно не дорожит. То есть, понимаете, в зависимости от разных обстоятельств, от разных ситуаций, которые породили вот эту самую линию поведения мужчины, его можно по-разному назвать. Но я думаю, что в общем, вот если говорить прямо в общем, то этот мужчина ведет себя как Альфонс. То есть он, по сути, использует женщину, ничего не вкладывает в нее, ничего ей не дает, да, только лишь приходит и пользуется тем, что у женщины есть. Это мужчина Альфонс. И именно так его можно характеризовать, да, как эгоиста, издевенца, Альфонса, в общем-то, и просто-напросто не очень такого честного, не очень искреннего, не альтруистичного человека, который, ну, на самом деле придерживается таких потребительских взглядов на отношения на женщину. И вот именно так можно этого человека охарактеризовать. Это в общем. Но, как я уже сказал, существует множество разных ситуаций, которые порождают вот это поведение. И прежде чем характеризовать мужчину, кстати, для полной характеристики Нала учим данных про мужчину, так вот, чтобы характеризовать его, нужно более полная информация о нем. Нужно изучить более полную информацию о нем, чтобы понять, кто этот человек, почему он так себя ведет, осознает ли он это или нет. И женщине, вот уж не знаю, вы это или не вы, женщине, нужно для начала не пробиться, или для начала просто мужчину о чем-то попросить. Попросить его, чтобы он что-то сделал. И посмотреть на то, как он на это отреагирует. Вот как отреагирует, на этом и можно будет уже, ну, выстраивать какое-то свое отношение к нему. А то, вы можете, знаете как, вот принять то, что, например, сказал я, тут же совершить поступок, мужчину обидеть, мужчину ополкнуть, а выяснится потом, что он там боится чего-то или не уверен в себе. Ну, согласитесь, будет обидно. Поэтому не терапитесь, ввести все, если это вы, посоветуйте женщине, о которой вы говорите, если это не вы. То есть, и, собственно, последовательно начинаете реализовывать свое поведение так, чтобы мужчина вами не пользовался, ну, или женщиной, о которой вы говорите. Вот, потому что, ведь то, что мужчина ничего не приносит, да, это, с одной стороны, для кого-то, может быть, это нормально. Вот, действительно, есть такие люди, которые считают, что это нормально, ну, нормальное такое поведение. И нужно понимать это. То есть, ну, нужно для начала узнать, как мужчина сам относится к тому, что происходит. И после этого уже можно будет его как-то характеризовать. А пока неизвестно его отношение и степень доверия между людьми, вряд ли можно сдавать какую-то конкретную характеристику, которая имела бы реальную под собой основу. Да, предполагать можно много, но это, скорее, голословные предположения, которых может быть очень много. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в величину. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.